Бюджет одобрили. На шестой внеочередной сессии депутаты приняли главный финансовый документ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 года. Он сформирован из расчета цены на нефть в 100 долларов США за баррель. Консервативный вариант прогноза цены на нефть и курса доллара к рублю несет за собой риски. Поэтому доходная часть бюджета, которая в большей мере слагается из налогов на имущество и прибыли организации, может быть меньше прогноза. Общие параметры бюджета на 2015 год за время двух чтений остались неизменными. Расходы запланированы на уровне 18,4 миллиардов рублей, доходы 15,4. Однако эта часть бюджета очень непостоянна, поскольку зависит от цены на нефть и курса доллара к рублю. Принимая бюджет, депутаты понимали, что есть большие риски. Однако на шестой внеочередной сессии закон был принят. С учетом всех нововведений, которые ожидают округ в следующем году. Мы вводим доплаты нашим учителям, заклассным руководством, мы вводим доплаты детским садам. Мы видоизменили субсидирование и увеличили на оленеводство. Мы изменили субсидирование и увеличили, соответственно, на производство молока и молочной продукции. То есть мы меняем свой подход к развитию сельского хозяйства и оленеводства в целом. Почему? Потому что мы хотим получить определенные точки роста. Со следующего года меняется и система строительства. Она будет полностью централизованной. Застраивать участки как в городе, так и на селе будут квартально, чтобы не тратить время и деньги на каждый дом в отдельности. На уровень округа перейдут полномочия по дорогам, которые нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте. Все расходы бюджета заложены в 23 государственных программах. Наибольшую расходную долю составляет сфера образования. По сравнению с 2014 годом ее финансирование увеличено более чем в три раза. Увеличены расходы на культуру и кинематограф на 72%, физическую культуру и спорт на 60%. Одновременно сокращены расходы на межбюджетные трансферты. Следует отметить, что предоставление финансовых средств в виде дотации способствует увеличению доходов в местных бюджетах, которые органы местного управления могут потратить в соответствии с собственными приоритетами. Предоставление же финансовых средств в муниципальном образовании в виде целевых субсидий в свою очередь позволяет органам государственной власти субъекта влиять на бюджетную политику органов местного управления в соответствии с приоритетами, установленными на региональном уровне. На сессии приняли еще один важный закон – о реорганизации государственного бюджетного учреждения ДАР. С января следующего года он станет структурным подразделением Кнининского регионального центра развития образования.